Здравствуйте! Меня зовут Ольга Тарасовна, Артеменко, и я экскурсовод музея-заповедника Царицына. Сегодня я проведу вас по экспозиции, или просто посвящу вас в историю создания резиденции Царицына. Мы находимся в первом зале постоянной экспозиции Царицыны Екатерины Великой. Эта экспозиция и ее открытие было приурочено к 290-летию императрицы и входит в число проектов, которые по этому поводу были открыты у нас в заповеднике. Эта экспозиция, помимо планов, музейных предметов, каких-то чертежей, была создана еще и с применением новых, необычных для музейного дела инсталляций. Предвосхищает экспозицию, инсталляция, выбор императрицы. Перед вами портрет Екатерины Великой и портреты двух создателей резиденции Царицына, двух архитекторов – Баженова и Казакова. На своеобразных весах, на таких расставленных ладошках мы видим два макета – дворцы, которые были созданы Баженовым, и проект дворца, который предполагался построить здесь уже архитектор Казаков. Императрица как бы взвешивает два проекта, на чем же остановиться, и, соответственно, она выбирает того архитектора, который и построит для нее резиденцию. И вот эта экспозиция предлагает нам задуматься над вопросом. Но почему же Екатерина II осталась недовольна дворцами, построенной Баженовым? Почему в результате она все-таки выбрала проект Казакова? И почему Царицына так никогда и не стала действующей императорской резиденцией? Хотя изначально не предполагала такого развития событий. Купив имение «Черная грязь», собственноручно дав им именование Царицына, она написала в своем письме корреспонденту барону Гримму, с которым переписывалась на протяжении всей жизни. «Я купила новое имение, и, по общему мнению, это сущий рай». Зал посвящен Екатерине II. В 1774 году закончилась русско-турецкая война, в результате которой Россия получила крепости Азов, Керчь, Яникале, Кейнбург, земли между Днепром и Буком. Русские торговые суда могли беспрепятственно плавать по Черному морю и проходить Черноморские проливы. Крым признавался независимым от Турции. Годовщину этой значимой победы Екатерина II решила отметить в Москве. По традиции нашего государства, что всеважные события празднуются именно в Москве. Торжества продолжались несколько дней. Кульминацией торжеств стал народный праздник, который проходил 21-23 июля 1775 года. Большая мультимедийная инсталляция создает его главный образ, этого действия фейерверка. Среди зрителей сама императрица с небольшой свитой, а в левой части инсталляции два архитектора Баженов и Казаков, которые создают для императрицы этот чудесный праздник. Надо сказать, что при создании этой инсталляции принимали участие известные российские актеры. Так роль императрицы Екатерины играет арктриса Гогольцентра Юлия Аук, а архитекторов играют актеры московских театров Павел Шумский и Павел Деревянко. Сама императрица пожелала быть главным создателем всего этих праздничных торжеств. Когда за несколько месяцев до этого события ей был представлен проект празднований, и когда она с ним ознакомилась, она воскликнула, ну вот опять все то же и то же, как всегда. И она написала письмо архитектору Баженову. Рядом с инсталляцией мы видим изображение Хадынского поля в дни празднования годовщины Победы. Так что же писала Екатерина за несколько месяцев до начала этих событий? Она пишет. Любезный мой Баженов, недалеко от Москвы есть луг. Пусть этот луг будет Черное море. А две дороги, которые ведут из них, пусть одна и будет Танаис, то есть Дон, а другая Борисфен, то есть Днепр. На устье первого вы построите столовую, назовете ее Азовом. На устье второй театр и назовете его Кинбургом. На песку сделайте Крымский полуостров. Вынесите туда Керчь и Николе, которые будут служить бальными залами. По ту сторону Дуная пусть будет фейерверк. На месте, изображающем Черное море, будут разбросаны лодки и корабли, которые вы иллюминируете. Два архитектора Баженов и Казаков построили для императрицы ходенские увеселительные павильоны. Они построили их из дерева, раскрашенного под камень и кирпич. Часть из них имела вид турецких крепостей, другие – вид фантастических дворцов. Императрица осталась довольна работой архитектора. Баженов в дальнейшем резиденцию для Великой Екатерины располагает на небольшом участке, на котором ранее располагались дворцы молдавских господарей Кантемиров. Так же, как и постройки Кантемиров, он располагает дворцы по одной линии. Точно так же всю резиденцию располагает на высоком мысу, огороженным с одной стороны прудами, лесом и оврагом. Вот на этом небольшом участке земли и будет в дальнейшем построена резиденция для Великой Екатерины. В центре зала мы видим портрет Екатерины, созданный в мастерской Федора Рокотова. Екатерина здесь представлена в образе победительницы. На голове у него лавровый венок. Через плечо перекинута лента Ордена Андрея Первозванного. Рядом изображение села Коломенского, в котором Екатерина остановилась, приехав в 1775 году в Москву. И портрет. Изображения Коломенского нанесены на увеличенную карту села Черную Грязь, которую до приезда императрицы или до покупки императрицы владел князь Кантемир. В одно из своих путешествий подмосковных Екатерина посетила село Черная Грязь. Пораженная живописностью местности, она воскликнула, как ей здесь нравится, и решила купить это имение. Кантемиры продали ей за 25 тысяч рублей. И она поручает Василию Баженову строительство резиденции совершенно на небольшом участке. Купив имение, императрица провела здесь, в селе Царицыно, несколько недель. О том, как был построен ее день, как она проводила здесь время, рассказывает нам вот это изображение, построенное на основе двух гравюр. Условный характер сцены подчеркивает двойное изображение императрицы. В основе инсталляции положено упоминание Баженовым скамьи, на который так любила императрица лицезреть царицынские пруды. Летом 1775 года в Царицыно вместе с матушкой императрицей присутствовал ее и сын, и наследник Павел Петрович вместе со своей первой супругой Натальей Алексеевной. 26 августа 1775 года, но это по старому стилю, но не это 8 сентября, проходило очень важное событие. Праздновалось тезоименитство Натальи Алексеевны. Проходило оно в воздушном театре, то есть под открытым небом. В этот момент давали спектакль актеры, французские актеры. Выключаем. Частью праздника стала разыгранная французскими актерами комическая опера Анетта Любен. И перед вами видеоспектакль, где показаны сцены этой комик-оперы. При подготовке экспозиции удалось отыскать партитуру оперы и осуществить ее частичную реконструкцию. Последний раз Екатерина была в Царицыно в сентябре. В сентябре 1775 года. И далее она отправляется в Санкт-Петербург, а здесь начинает работу Василий Иванович Бажен. Ну и, конечно, прежде всего, нам хотелось бы познакомить Вас с этим человеком. Один из немногих портретов, который остался или дошел до нашего времени. Баженов в кругу семьи. Перед Баженовым чертеж какого-то храма окружает его члены семьи. Это его жена, его дети. А рядом, рядом инсталляция, которая носит название «Архитектор и его творение». В роли Баженова мы видим актера Павла Деревянко и перед ним творение. Творение Баженова, созданного в Царицыно. Первоначальный замысел архитектора мы можем видеть на панораме генеральном фасаде села Царицыно. Виртуозно выполненная панорама представляет собой и проектный чертеж, и видовую перспективу ансамбля со стороны прудов. Несколькоми планами на ней изображены все постройки, включая неосущественные. Панорама была представлена на суд императрицы в 1786 году и ей уже одобрена. Строительство веселительной резиденции было рассчитано на 10 лет и должно было обойтись в казне в 300 тысяч рублей. Проект ансамбля Баженов подготовил, исходя из так называемой своей ручной задачи, то есть задание, которое было составлено для него самой панораме. Итак, строительство резиденции начинается в 1786 году и на протяжении 10 лет Баженов создает свое сказочное царице. Далее инсталированы подсвеченные планы почти всех сооружений ансамбля. Такая же разнообразная форма этих построек. Здесь и овал, и круг, и полукруг, шестигранник, восьмиугольник. Это особенности архитектурного языка Баженова. Наиболее важные постройки два одинаковых дворца предназначенных для Екатерины великого князя Павла Петровича Баженов повторил в данном случае планировку Кантемира. Он расположил их по одной линии. Между ними предполагалось построить Оранжерею. Но в 1777 году императрице родился любимый внук Александра, а скорость из Лизианин и второй внук Константин. И тогда Баженов предлагает на месте Оранжерея возвирнуть дворец для внуков императрицы. Все эти три дворца он предлагает объединить в единых галереи. Десятилетний процесс строительства Царицына запечатлен на ленте времени. Баженов создавал здесь не только единый архитектурный ансамбль, но создавал здесь театр архитектуры. Разнообразные впечатления, игра форм, объемов. Сочетание красного кирпича, белого камня и золотой черепицы создавало светлое праздничное настроение. Царицына создавалась для прогулок, отдыха и развлечений. И не было предназначено для больших государственных церемоний. И даже не было предназначено для постоянного приживания. К 1785 году практически все постройки были закончены. Портрет Екатерины Второй. Перед вами портрет Екатерины, работы художника Петра Дрожжина. Екатерина здесь представлена в дорожном платье. За 34 года правления матушка императрица несколько раз совершала путешествия по России. И в этот раз, в 1785 году, она также совершала путешествия и на несколько дней остановилась в Москве. Первую же ночь она провела в построенном для нее путевом дворце. А после этого она посетила Царицыну. И вот главный корпус императрицы вызвал недоумение, если не сказать, недовольство. Осенью того же года по итогам визита императрицы был объявлен конкурс на переправку царицинского дворца. В конкурсе, помимо Баженова, по приказу императрицы принял также участие и казаков. В результате проектов, которые так активно взялся делать Василий Иванович Баженов, увы, его проекты даже не были рассмотрены. В феврале 1786 года он был отправлен в отставку. Достаточно неприятная формировка для поправки дел и здоровья. А вот Казакову поручено строительство новой пиратской дворцы. Он постарался делать все так, чтобы ей понравиться. Вместо маленького корпуса для внуков императрицы появилась высокая галерея с парадными покоями и двухсветный тронный зал. Кровлю галерею уменьшал Беливидер под государственным двуглавом орлом. Мощные гравеные башни придали всему сооружению характер дворца-замка. Как выглядел Большой императорский дворец на рубеже 19-го и 21-го веков дает представление его макет, выполненный в масштабе 1 к 100 и установленный за панорамой энсамбля. Несмотря на то, что Большой дворец предстает на макете в уруинированном состоянии, к началу реставрационных работ сохранили все капитальные стены постройки. Однако отсутствовали межэтажные перекрытия, оконные рамы, двери. Остатки крыш были разобраны еще во второй половине 19-го века. Вот в таком виде предстал дворец в самом начале 21-го века. В 2005 году начинаются восстановительные работы в музее-заповеднике Царицыно. Восстановительные работы полномасштабные, которые более всего коснулись и Большого дворца. Восстановительные работы шли по проекту разработанного мастерской МОЗ «Проект-2», углавляемым господином Пасухиным. Восстановительные работы шли на протяжении двух лет с 2005 по 2007 год. И 2 сентября 2007 года дворец открыл двери для всех посетителей. Сегодня Большой императорский дворец это огромная выставочная площадь. Помимо постоянных экспозиций мы приглашаем наших посетителей познакомиться и с временными мыслячными проектами нашего дворца. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...